Путь, который измеряется минутами, растянулся на часы. Пробка длиною в 7 километров застала автомобилистов врасплох на восточном обходе. Дорожная полоса от поселка Индустриального до улицы Уральской на минувшей неделе в картах навигатора окрасилась в багровый цвет. Причина тому ремонт федеральной трассы. Интерес автолюбителей уже учли. Работы на участке будут продолжаться только в ночное время. Ситуацию в числе прочих сегодня обсудили на краевой планерке. На совещании Вениамин Кондратьев собрал своих заместителей, руководителей профильных ведомств, глав муниципалитетов, а также дорожников. Курортный сезон уже близко, а значит нужно подготовить автомагистрали к наплыву туристов и гостей региона. Губернатор напомнил, все основные ремонтные работы на дорогах нужно закончить до 1 июня. О реверсивном движении в летний сезон не может быть и речи. В курортный сезон, еще раз подчеркиваю, даже работа ночью, она ни к чему хорошему не приведет, потому что поток настолько интенсивен отдыхающих, что едут и рано-рано утром, и поздно-поздно ночью. Поэтому принцип для работы и для ремонта дороги времени в течение суток не остается, даже ночью, еще раз подчеркиваю. Как и в прошлом году, 1 июня мы завершаем ремонт любых дорог, потому что мы входим в курортный сезон. Реверс исключен по определению и мы должны оставить двустороннее движение. Понятно, до осени, когда курортный сезон пройдет, и тогда уже опять приступить к дальнейшему ремонту. В этом году на Кубани отремонтируют около тысячи километров дорог. Объем фонда колоссальный – 32 миллиарда рублей. И каждая копейка пойдет на конкретные цели. 21 миллиард рублей выделили на региональные дороги и около 10 на муниципальную сеть. Губернатор обратился главам. До 1 мая нужно заключить контракты с подрядчиками, и не стоит затягивать с подачи документов. Важно, чтобы строители обращали внимание не только на сроки, но и на качество работ. Хорошие и ровные дороги должны появиться даже в самых отдаленных станицах и поселениях. 10 миллиардов рублей – достаточно огромная сумма. Еще раз подчеркиваю, но заключением, наверное, Москвы, Восковской области, никакой больше регион не может похвастаться, что 10 миллиардов выделяет на муниципальные дороги. Здесь мы должны показать, что это не просто деньги выделенные. Эти деньги, они трансформировались в качественные, новые, либо существующие, но хорошо отремонтированные муниципальные дороги. Коллеги, вот еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к главу муниципальных образований. 10 миллиардов – это внушительная сумма, это ощутимо. Вот это должны, в первую очередь, ощутить жители не в километрах и в общем освоении, а в конкретных улицах и конкретных промежутках. Конкретных, по которым мы можем с вами пройти и конкретно посмотреть. Результат, если он есть, он будет явно видим жителями. И вот это я хотел бы, чтобы жители мне сказали, когда мы в район все вместе приедем. Анатолий Лунич, вы это проконтролируете, чтобы именно такой был подход, именно такой. Уровень дорожной инфраструктуры – важный фактор, который влияет на качество жизни в регионе, уверен Вениамин Кондратьев. В крае выделяются весомые суммы на развитие транспортной сети. Например, в этом году приступят к строительству двух масштабных проектов – обходы станицы Ленинградской и города Тимошевска. Такое долгожданное решение позволит устранить заторы и пробки в двух населенных пунктах. Станицы Ленинградской подготовительной работы уже вышли на финишную прямую. Получено заключение госэкспертизы. А в Тимошевске закончили проектировать дорогу, которая свяжет между собой несколько транспортных узлов и путепроводов. Обход Тимошевска – это второе очень важное, принципиальное сегодня решение. Мы начинаем строительство обхода Тимошевска. Тема тоже не то, что она назрела, она уже перезрела. Сколько бы мы в Тимошевске не были, вопросы одни и те же. С этими переездами железнодорожными, что люди по два часа стоят, в машинах машины закипают, и люди закипают лет. Поэтому объезд Тимошевска – это сегодня стратегически важная задача. И сегодня мы заявили, что мы приступаем в этом году, значит, мы должны приступить в этом году к объезду Тимошевска. А когда мы его закончим? Я думаю, не менее трех лет у нас уйдет на строительство. Там проект очень большой, там большое количество путепроводов, земельных работ. Там категория дороги у нас первой категории дороги, и строительная длина 14,7 километров. Тем не менее, в этом году мы приступаем к обходу Тимошевска. Правильно я понял? Да. Впервые в рамках профильного нацпроекта возможность не просто залатать дыры, а привести в порядок целые автомагистрали получили Сочи и Новороссийск. До этого в программу входила только Краснодарская агломерация. Участки, на которых появится ровное дорожное полотно, выбирали сами жители. Обновление в Олимпийской столице ожидает 63 улицы и 10 в городе Героя. Одна из таких улиц – Видова. Ее называют дублером Анапского шоссе. После ремонта, как говорят сами дорожники, Новороссийск снова задышит и избавится от многокилометровых пробок на въезде и выезде в город в часы пик. Из-за одновременных работ на нескольких улицах курортные города не должны встать в пробку. Перед началом летнего сезона в порядок также нужно привести трассы, обочины и придорожный сервис. Ведь о наших курортах туристы в первую очередь будут судить по состоянию дорог. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Краснодар.